Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Икзегет» поступил вопрос, который должен беспокоить каждого христианина, который думает не только о себе, не только о своих друзьях, но думает, как и заповедал Христос, о любом ближнем, который вокруг нас. И вопрос звучит так, есть ли основных религий около пяти, а Бог един, значит ли это, что 80% людей ошибаются, выбрав свою веру? Ну, немножко надо скорректировать вопрос тут, что подразумевать под основными религиями, например, вот если записывать в основные религии иудаизм, по количеству последователей очень малая религия, но по значению по-культурному очень большая. Да, а там вот индуизм, религия региональная, да, по сути, пару стран в ней приверженцы есть, но зато там больше миллиарда человек ее последователей. Еще есть сотни маленьких народных религий, шаманизм, язычество, всякие новые культы, тоталитарные секты, которые многих последователей тоже собирают. Нет, на самом деле ситуация куда печальнее, с потерей человека вот того воспоминания о Боге, которое оно у него было. Надо сказать, что Господь, когда дал человеку возможность, не стал его удерживать, заставлять верить в свое существование, он ему помог. Вспомним, в книге Бытия ничего не говорится о язычестве, о сотворении кумира среди наследников Каина, из-за которых случился великий потоп, что они были грешны. То есть они помнили, что Бог есть, един, они о нем знали, но они сознательно от него отказывались. А наоборот, после потопа, когда человечество заново начинает грешить через несколько поколений, Господь не новый потоп насылает и всех уничтожает, а он вместо этого берет Вавилонскую башню, помните, строят люди? Они строят, потому что они говорят, мы знаем, есть Бог, Он один, Он именно таков, вот Он нас спас от потопа, вот Он погубил грешников, но мы все равно его построим башню и достигнем. И Господь, заботьтесь об этих людях, о душах этих людей, смешивает их языки, вот как раз язык, язычники, и люди расходятся из того предела, неподалеку от Едема, неподалеку от горы, возможно, Арарат, куда причалил ковчег, вот как-то по оценкам исследователей, что неподалеку от этого места люди жили компактно и помнили о Боге, а то они разбредаются в разные стороны и через поколения о Боге забывают. За исключением избранных людей, которые, как Авраам, Мелхиседек, спустя поколение поколений, все равно помнили, что Бог один, хотя уже очень мало о нем знали. И вот это смешение языков, это тоже не наказание, это промыслительное действие Божие, потому что человек, чем меньше он знает, тем меньше с него спросится. Как говорит апостол Павел, язычник спасается по естественному закону. Вот он взглянул на небо, он почувствовал голос совести, поступил так, да, там индейец в амазонке джунглях живет, вообще не знает, что есть цивилизация, да, но если он берет, не крадет у своих единоплеменников, там верность своей жене хранит и там после охоты пришел и старику кусок мяса дал, да, то действительно Господь его ждет и принимает. И тут хотелось бы вспомнить и прочитать слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Давайте откроем восьмую главу и посмотрим пятый и шестой стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-отец, из которого все, и мы для него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Ну, можно, конечно, сказать, это апостол Павел только христианам обращал. Апостол Павел в основном обращал свою проповедь к нехристианам. Его апостольское служение было не то, что вот кого-то отобрать и их наставлять, а ко всем истинам. Наоборот, он показывал, уже начинали появляться гностики, которые говорили, «тайное знание только для особенных». Апостольское служение — это, наоборот, проповедь вовне. Господь говорит, идите до конца земли, проповедуйте всем народам, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому эти слова, безусловно, прежде всего обращены к христианской общине, потому что она услышит, но их можно отнести ко всем людям, ко всем вот этим 80 или 90 процентам людей, которые не знают веры истинного Бога или верят в истинного Бога, но верят в Него с искажениями, как христиане, которые стремятся ко Христу, но, увы, отпали от единства апостольской церкви православной. Все равно через то, что они, как вот вспоминаем притчу о талантах, меньше им дано, меньше спросится, они получают надежду на спасение, потому что Господь их любит. И более того, собственно, церковь стоит не для того, чтобы Господь говорит, «я пришел не чтобы мне служили, а чтобы вам послужить». И церковь православная стоит не для того, чтобы себе служить, самих себя православных свое спасение души обслуживать. Если это церковь невесты Христова, она как Христос. То, что церковь православная хранит истину веры, не дает искажений, отвергает ереси, проповедует среди иноверных, это все православная церковь делает не только для того, чтобы «ой, я спасся через эту проповедь, ой, мы такие православные, мы спаслись», а для того, чтобы Господь этот мир хранил. Потому что пока в нем есть искра православной веры, пока слушается православная божественная литургия, то получают по милосердию Божию надежду на спасение. Все те, кому Бог тоже Отец, единый Бог, всем язычникам, мусульманам и так далее. Не потому, что они правы, а потому, что Господь, по словам апостола Павла, по естественному закону, жаждет принять их и их простить, если они хоть своим сердцем к Богу стремятся. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok